Добрый день, уважаемые наши телезрители, наши одиннадцатиклассники. Сегодня мы продолжаем с вами говорить о задании номер 8. Это задание связано с грамматическими нормами. Акцент на это задание сделан потому, что именно за это задание у учащихся, у наших будущих абитуриентов, у наших выпускников школ, именно за это задание ребята могут получить 5 баллов. Сегодня мы поговорим с вами о таком виде ошибки, как неправильное построение предложения с косвенной речью. Что нам с вами нужно помнить и знать? Нужно знать то, что существует понятие прямой речи и косвенной речи. Прямая речь – это та речь, которая непосредственно принадлежит человеку. Косвенная речь – это способ передачи этой речи, это способ передачи уже чужой речи в виде предаточного предложения. То есть в косвенной речи мы с вами должны обязательно изменить форму местоимения. И в связи с этим та ошибка, которая будет возникать, она связана с тем, что одновременно в предложении не может находиться две формы. То есть форма прямой речи и форма косвенной речи. О чем нам нужно с вами помнить? Надо помнить о том, что при переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме первого и второго лица. А это глаголы, я вам напомню, которые имеют следующий вид, следующую значимость. То есть местоимения в форме первого лица единственного числа – это местоимение «я», в форме множественного числа – это местоимение «мы», и местоимение второго лица единственного числа – это местоимение «я», «мы», «ты» – это единственное число, и множественное число «вы». То есть, если эти местоимения «я», «мы», «ты», «вы» используются в прямой речи, то эти местоимения мы должны с вами изменить для того, чтобы организовать предложение с косвенной речью. И тогда эти местоимения первого и второго лица мы должны с вами использовать в форме третьего лица. Форма третьего лица местоимений в единственном числе звучит так – «он», «она», «оно». И форма третьего лица множественного числа звучит как «они». Значит, кто «я», но когда мы начинаем с вами изменять предложение использовать в форме косвенной речи, этих местоимений первого и второго лица быть уже не должно. Обратите внимание, там, где допущена ошибка, неправильно, да? Автор утверждает, что «я» это знаю, а не просто «предполагаю». Вот смотрите, автор утверждает, да? Автор утверждает что? Должно быть так, что «он» это знает. «Он» это знает. То есть в данном предложении, мы видим с вами, есть главное предложение, автор утверждает. А что он утверждает? О чем он может утверждать, да? Предложение начинается предаточное и должно быть так. Автор утверждает, что «он» это знает. Давайте посмотрим, одиннадцатиклассники наши уважаемые, на вот такие предложения. «Уезжая в командировку, отец обещал, что я обязательно вернусь к праздникам». Данное предложение построено с нарушением грамматических норм языка. Как должно было быть? «Уезжая в командировку, отец обещал». Обратите внимание на это предложение. В нем используется прямая речь. Для того, чтобы в предложении правильно была использована прямая речь, мы должны с вами что сделать? После слов автора поставить двоеточие, открыть кавычки, и тогда в этих кавычках будут находиться слова, непосредственно принадлежащие человеку, да? Кто? Я, да? Значит, отец обещал. «Я обязательно вернусь к праздникам». Это правильно организованное предложение, правильно построенное. Или мы с вами это же предложение можем видоизменить. Мы можем эту же мысль передать благодаря косвенной речи. «Уезжая в командировку, отец обещал». А что отец обещал? Что он обязательно вернется к праздникам. Обратите внимание, данное предложение, во-первых, осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом, да? Кто? Отец, подлежащий выраженным существительным. Отец что делал? Обещал, сказуемое, выраженное глаголом. Это грамматическая основа предложения, да? А обещал отец что? Отец обещал когда? Как? Уезжая в командировку, да? Вот он, деепричастный оборот, вот, и обещал он что? После нашего сказуемого с вами начинается предаточная часть. После главной части идет предаточная, да? Вот. И союз что? Помогает нам с вами правильно организовать это предложение, в котором прямая речь будет видоизменена, да? Появится косвенная речь. Обратим с вами внимание на такое предложение. Лермонтов пишет о своем поколении, что и ненавидим мы, и любим мы случайно. Лермонтов пишет о своем поколении. Опять мы с вами ставим что? Двоеточие, да? Открываем кавычки и оформляем прямую речь. То есть в данном случае это конкретные слова Михаила Юрьевича. Что он говорит? И ненавидим мы, и любим мы случайно. Лермонтов пишет о своем поколении, что оно и ненавидит, и любит случайно. В первом предложении мы использовали с вами правильно оформленную прямую речь. Во втором предложении косвенную речь. При помощи союза что? Давайте исправим ошибки. Автор сказал, что я не согласен с мнением остальных. Видим сочетание. Что? Элемент косвенной речи. Я? Прямой речи. Недопустимо. Должно быть так. Автор сказал, что он не согласен с мнением остальных. Или посмотрим второе предложение. Как сказал журналист, что трех моих жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала? Как сказал журналист, а сказал он что? О чем он сказал? Что трех его жизней не хватит, чтобы исчерпать тему Байкала. Можно будет посмотреть тоже неправильное построение предложения сквозь финной речи и исправить. Пугачев сказал Гриневу, что ты крепко передо мной виноват. Ну, форма ты опять стоит в форме, да? А второго лица, что недопустимо. Надо изменить. Так, и обратим с вами внимание на восьмой вид ошибки. Ошибка построения сложного предложения. Ну, во-первых, мы с вами вспомним то, что в сложном предложении, в отличие от простого предложения, используется несколько грамматических основ. Две грамматические основы, три и так далее. Сложно подчиненные предложения. Как правило, ошибки связаны с ним, да? Ошибки построения сложного подчиненного предложения с предаточным, изъяснительным. Обратите внимание. Выступавшие заметили о том, что Сочи готов принять Олимпиаду в 2014 году, да? Нарушена норма управления. Заметить можно что? Указательное местоимение с предлогом в данном случае употреблено неверно, неправильно. Правильный вариант. Выступавшие заметили, а они заметили что? Что Сочи готов принять Олимпиаду в 2014 году, да? Сложно подчиненные предложения, да? Нельзя одновременно использовать подчинительные и сочинительные союзы. Такая ошибка тоже встречается. Как только мы сели отдохнуть, но вдруг на поляну выбежал заяц. Одновременно использовать союз подчинительный и союз сочинительный нельзя. Чтобы исправить это предложение, необходимо использовать только один из двух союзов. Например, мы сели отдохнуть, но вдруг на поляну выбежал заяц. Это предложение сложно сочиненное с противительным союзом «но». Как только мы сели отдохнуть, на поляну выбежал заяц. То есть это предложение уже сложно подчиненное с союзом «как». Обратим внимание еще на четвертую вид ошибочки. Употребление союза «что» в предаточной части при наличии частиц «ли» является тоже грубой ошибкой. Я не заметил, а я не заметил «что». Что находится ли он в комнате. Как должен быть правильный вариант использования и построения этого предложения. Я не заметил, а я не заметил «что». О чем я не заметил? Находится ли он в комнате. Вот что не заметил этот человек. Еще, да? Не могут повторяться близкие по значению подчинительные союзы. Обратите внимание на данное предложение. Преподаватель считает, что будто мы недостаточно готовимся к занятиям. То есть для выражения вот таких отношений достаточно, опять-таки, тоже одного союза. Преподаватель считает, что мы недостаточно готовимся к занятиям. Вот так можно построить это предложение при помощи союза «что». Или можно использовать второй союз. Преподаватель считает. А что он считает? Будто мы недостаточно готовимся к занятиям. Два предложения равноправны и построены грамматически верно. Не следует пропускать необходимые указательные слова в главном предложении. Посмотрите, пожалуйста, на данное предложение. Мальчик ходил. Где опаснее? Грамматическую смысловую завершенность это предложение получит, если в главную часть добавить нужное указательное слово. Мальчик ходил там, где там, где опаснее. Указательное слово должно быть обязательным. И также ошибка допускается, связана с видовременной соотнесенностью глагольных форм. Что это значит? Это значит то, что нельзя в одном предложении использовать одновременно форму двух разных времен. Нельзя одновременно использовать форму глагола прошедшего времени и настоящего. Нарушение видовременной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном предаточном предложении звучит так. Когда он спал, то видит сон. Конечно, так быть не может. Обратите внимание, он спал – это прошедшего времени глагол, видит настоящего времени. Поэтому правильный ответ будет такой. Когда он спал, то что он видел? То он видел сон. Оба глагола стоят в прошедшем времени. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...